Я выросла в основном уже в Белоруссии, потому что там мой отец работал. А когда отец скончался, то мы переехали в Баку, потому что все родственники и бабушки, родители отца, родители матери, они жили в Баку. И мы переехали в Баку. Вот так получилось. И здесь как бы такая моя судьба, наверное, открылся русский сектор в театральном институте, и я туда поступила. — Вы были один из первых, да? — Ну, его очень не было долго, этого русского сектора, лет 20, по-моему, может, даже больше. Его заканчивали вот после Фальковича, Гинсбург. Вот вдруг открыли русский сектор, и так получилась эта судьба, как говорится, моя, что я еще жила на улице Мерзогалиева, да институт был Мерзогалиево. — Да, здесь находился. — Да, вот поэтому так получилось, значит, это была судьба. Что повлияло на вас стать актрисой? То есть дело в том, что это как бы специальная профессия, и не каждый решает свою судьбу идти по творчеству, создать. — Да, так получилось, что в школе я очень активно участвовала во всяких кружках – танцевальном, потом драматическом. Я в свое время там же были всякие такие литературные монтажи, где пели, говорили, и вот я как бы там много читала стихи, и это все, наверное... Потом я с детства устраивала во дворе спектакли, детские спектакли. — Это характерно для многих великих актеров. — Участвовали у меня все, я играла всевозможные роли, всевозможные, и мужские, и женские, и овощи всевозможные, помидоры. То есть как бы это с детства, я ставила сама там сказки, золушку, у нас был свой дом, большой-большой двор был, и это было мое занятие. — А почему вы решили не стать режиссером, так как вы говорите, ходили по кружкам, потом ставили спектакли? — Нет, нет, я в кружках, да, я ставила спектакли. — Тогда почему именно вот вы изменили? — Вы знаете, режиссер очень... Но я же все роли там играла. — Еще вы актористы были, так как конкретно? — Нет, я все роли играла. Каждый раз мы во дворе ставили спектакли, и я каждый раз играла новую роль. То есть золушки я переиграла всех, и мачеху, и принца, и саму золушку, и сестер. Я все роли играла, так время ответа. То есть я была руководителем этого кружка, и, соответственно, играла все роли. Когда мне было это интересно, разнообразие, и поэтому так получилось, что как бы это стало... И потом я очень любила стихи. — Стихи? — Да, стихи очень любила. И в школе я во всех литературных... Такие были литературные какие-то, литературные передачи или что, я не знаю там. И вот я там тоже читала всегда, там 1941 год, страна полная, там это что-то о войне. Я всегда участвовала в этих передачах школьных. В кружок я не ходила, мой кружок был у меня дома во дворе. — Дома во дворе. Вот вы упомянули улицу Мерзага-Лево. Автоматически у меня вот вопрос появился. Как вы помните мультикультуральную Баку вот этого периода? — Вы знаете, я же приехала сюда уже... Тут у меня бабушка жила на улице Мерзага-Лево, да. Одна бабушка здесь жила, а другая бабушка жила в переулок Незамик, где уже его сейчас, этого переулка, нету. Там давно его снесли, дом этот. Я очень плохо это помню. Почему? Потому что я же приехала из Белоруссии. Я ничего практически... То есть я приезжала к бабушке на каникулы, к одной или ко второй, а практически я ничего не знала про Баку. — Ничего не знали? — Ну так я знала, там улица Мерзага-Лево, что это актер. И, значит, думала, вот как интересно, значит, это, наверное, моя судьба, что я здесь живу. А бабушка жила в переулке Незамик, тоже поэт как-то. Я как-то так, ну, молодая совсем была. Я этим особенно не увлекалась. — Какие препятствия были для вас от самого себя, например? Какие трудности? — Ну, вы знаете, у меня первая роль была, можно сказать, я играла в массовке в спектакле «Мария Стюарт». Я играла Гертруду. — Это было по душе или режиссер, то есть, на самом деле? — Нет, нет, нет. Это было... Я еще училась. — Училась? — Мы учились еще в институте, и некоторые актеры здесь, значит, были заняты в театре русской драмы. Вот. И это была моя первая роль, и там были такие слова. Рахиль Соломонна Гинсбург, моя любимая актриса, говорила, я целовала ей руку, она шла на казнь Марии Стюарт, Марии Стюарт, и она говорила, моей духовной выражено все. И я подумала, это, наверное, моя судьба, потому что она называет мою фамилию в тот период. То есть я не понимала еще тогда, что духовная – это, значит, бумага такая, понимаете, да? То есть я это ассоциировала со своей фамилией, моей духовной, выражено все, значит, все будет в порядке. — А когда вы чувствовали, что ваша фамилия уже как бы решает вашу судьбу? — Вы знаете... — Ваш почерк, можно сказать, фамилия, почерк на сцене. — Очень долго я этого не чувствовала абсолютно. А вот в какой-то период, да, вдруг, неожиданно я это почувствовала, что думаю, ну, не случайно у меня такая фамилия все-таки. Духовная. — Интересная и оригинальная, кстати, имеет какие моральные. — Да, значит, я должна быть таким человеком, духовным. То есть я увлекалась всегда стихами. Вот у меня очень много роликов в интернете. Я читаю стихи, я очень любила стихи. Больше всего я любила стихи с детства. Я начинала, еще совсем, будучи маленькой, я читала там. Я теперь уже большая, я учусь по букварю. Я теперь свои игрушки, все сережки подарю. Деревянную посуду я пока дарить не буду. Зайка, он хотя хромой, все-таки нужен мне самой. Потом, значит, я освоила вообще еще, значит, Рина Зеленая была такая актриса, которая говорила вот таким голосом детским. И у меня тоже это получалось. Потом со временем, наверное, пропало. Какова разница между сценой и жизнью для актрисы? То есть какие жертвы вы приносили? Вы знаете, какие жертвы? Нет, я считаю, что я жертвы никакие не приносила. Ну, некоторые бывают иногда, можно сказать. Даже по-классическим можно. Ну, не знаю. Я всегда играла. Польная. Хромая. Ну, как у нас, какая может быть жертва? Жертва у нас больная, не больная, выходишь, играешь. Вот так. Температура есть у тебя. Если у тебя такой спектакль, то как будто ты выздоравливаешь во время спектакля и не чувствуешь этого. Потом можешь свалиться. Но спектакли, играешь, спектакль играешь. Вот такая у нас жертвенность. Соперничество было у вас, например? Вы знаете, я никогда не... Нет, не вы, а вам. Завидовали? Соперничали? Вы знаете, я не знаю. Я так далека... Не чувствовали? Я так далека от всего этого. Мне кажется, что я играла всегда свои роли. У меня были дублеры. Я к этому относилась как бы нормально. Не знаю, у меня такого не было, чтобы... Ой, моя соперница. Нет, у меня такого не было. То есть я могла... Я всегда давала сама себе как бы оценку. Я понимала, что кто-то лучше меня. Но я всю жизнь училась. Я помню вашу роль, до этого я же говорил, по кличке Ика. Ну, это кино. Вы там сыграли, как сказать... У Тимы Бекерзабе. Да, один из героин. То есть... И очень интересная роль, кстати. Да, очень интересная. Ика-бежница, в общем, всеми управляет. Но почему-то мы вас не часто видели по кино на экране. Вы знаете... Какова была причина? Вы сами отказались или режиссеры просто... Нет, вы знаете, один раз я только отказалась. Потому что я сейчас даже, честно говоря, не могу вспомнить, почему я отказалась. Честно, нет. Давайте обобщенно будем говорить. Почему вы не часто снимались? Я не часто снималась, потому что я была очень занята в театре. Сказки, вы знаете, да, актеры. Потом роли тяжелые достаточно. Ну, играть такие роли, как там Клеопатру. Это все не так просто. К этому надо готовиться. А кино это все-таки... Все-таки как бы мимолетно. Да, вот сегодня они пришли, сегодня они это снимают, завтра то снимают. Это не мое, по большому счету. Вы не любите кино? Нет, я люблю кино, я люблю его смотреть. Но когда я вот училась в институте, я тогда и снималась. Снимались. А потом практически там, ну, где-то на гастролях меня один раз случайно сняли в роли цыганки, вот, в эпизоде. А так, в общем-то, вот, когда предлагают какую-то роль, я так присматриваюсь, потом думаю, что это все очень трудно. В том плане, что это время, что к этому надо готовиться. Театр больше занимается. А много предложений было? Нет, приглашений много не было, но я несколько раз отказывалась. Несколько раз отказывалась? Несколько раз отказывалась. Даже у того же Ильдара Кулеева. Ильдара Кулеева. Но ваша дочка Фатима Ибрагимбекова, она киноактриса. Ну, она не киноактриса. Театрально, но еще я не могу снимать. Она режиссер все-таки. Режиссер. По творчеству, да. Нет, мы не похожи. Мы не похожи. Нет, нет. Она, во-первых, она, если так говорить, она, во-первых, закончила все-таки в ГИК институт. Она училась в Москве. Это совсем другой круг общения. Другие люди. Она намного, как бы, ну, так я могу сказать, она намного умнее меня. Намного умнее вас. Образовывая меня во всем. Во всем. Во всем. Потому что мне, так сказать, не повезло учиться в таком институте, как ей, во ВГИКе, общаться с такими, как бы, людьми. У нас были все студенты, которые учились, которые уже закончили. Кто-то филфак, там, кто-то еще какой-то, еще какие-то, я уж сейчас не помню, так давно это было. Но факт то, что я, например, с утра до ночи пропадала в библиотеке. Надо мной уже все иронизировали в свое время. Но зато, когда сдавали экзамены по изобразительному искусству или там по литературе, то педагог всегда сажала меня рядом. Говорит, ты не ответишь, духовно ответит. Потому что я пропадала все время в библиотеке. Я занималась самообразованием. У вас, например, есть, как бы, режиссерские тоже возможности, да, можно сказать. То есть вы как, ну, сейчас вы рассказывали. То есть бывают какие-то конфликты, были какие-то конфликты с режиссерами во время читки, во время, например... Нет, у меня никогда конфликтов таких не было. Прогона? Почему? Потому что я всегда... Вы не согласны, хотите что-то внедрить, например. Если я хочу что-то внедрить, то я внедрю. Да? Да. И без разрешения режиссеров. Нет, я режиссера обязательно покажу. Я с режиссером всегда советуюсь. Всегда, всегда. Я никогда ничего так не делала. И с Александром Яковлевичем Шаровским, и с Эльгаром Сафатом. Я всегда... И с Ираной Тагизадой я всегда советовалась. Всегда. Я сама ничего не делала. Я сказала, можно я вот это вот сделаю, или можно я это покажу? Ну, режиссер говорит, покажите. Я показывала. Иногда говорил, нет, это не подходит. Для образа объясняли, почему. Я соглашалась. Что вас радует в жизни? И что вас пугает, как женщина? Радует меня, что я жива, здорова, что мои дети все здоровы, внуки здоровы и живы. А пугает меня, соответственно, обстановка, но не у нас. У нас в Азербайджане, хотя тоже есть проблемы. Какие проблемы? Ну, проблемы, о которых трудно говорить. Например, один из них, то есть... Возраст. Возраст? Да. У вас есть как бы комплекс? Комплекса так особенно нет, но много чего уже нельзя сыграть. Из того, что хотелось когда-то сыграть. Да. Нету сейчас ролей таких вот, как бы возрастных для актрис. Это вот голод такой творческий. Людмила Ханам, значит, я хочу вспомнить именно тот период, когда вы работали в Азраме. Вы тогда полностью уходили от русского драматического театра? Нет, нет, нет. Потому что у всех тогда казалось, что Людмила Духовна уже покинула театр, уже она начала работать, начала свою карьеру продолжить именно Азраме. Еще Париж, Париж, известный как бы спектакль, который я тоже так смотрела. Да, да, нет, ну это что вы, нет, нет, это нет. Я была приглашена, спасибо Азеру Нейматову. Я получила там, во-первых, я там, ну, я ходила в Азраму всегда, когда даже училась в институте, я смотрела все спектакли. Я была знакома с актрисами и Амалией Панаховой, и Шафигой Мамедовой. И я все спектакли у них смотрела. Ну, те, которые я могла понять, соответственно. И даже готовилась иногда, ходила. Я вот и недавно была там на спектакле, смотрела спектакль Азеры Нейматова. Во-первых, я же училась в театральном институте в Азербайджане, и поэтому у меня много там знакомых было, актеров, которым я знаю. Поэтому я посещала все спектакли. Амалия Панахова, Шафига Мамедова, я все это смотрела у них в театре. Я до сих пор помню там Мехтиаса Дулайча, который играл тоже на сцене, я помню эти спектакли, и Гасан Турабов очень. Конечно, я когда туда пришла, то для меня это не был чужим театр. Единственное, что, конечно, был барьер языковый, но как-то мне удалось преодолеть этот барьер. И я все равно там говорила по-русски, но я там учила азербайджанский язык, чтобы разговаривать с французом. Ну, у вас этот язык был, да, французский, да. Меним Гальбинтон, халык, и чидан, да, нэджи черпэнэр. Вот до сих пор какие-то фразы помню. У вас есть как бы студенты или ваши... Нет, я не берусь. Я не могу... Вы не преподавали никогда? Я не могу быть ответственной. Нет, я преподавала, но это как драм-кружок вела, но это было всего... очень мало. Всего лишь полгода. Вы там преподавали актерское мастерство? Нет, это было... не было актерское мастерство, это был кружок. Кружок. Как можно сказать? Кружок, да. Но вначале я как бы... Вначале... Но все они же не хотят... Они не актерами хотят быть. Это просто было для их развлечения как бы. Да, в смысле... Они все там... Это такой лицей, очень сложный. Там восьмые, девятые, по-моему, или девятые, десятые, одиннадцатые классы, я не знаю, которые совсем другую профессию выбирают. Это было для их, наверное, кругозора, обзора какого-то. Мне трудно сказать. Но я пошла туда, меня пригласили, я пошла туда, и я немножко там полгода там поставила несколько спектаклей для... Ну, не спектакли, а отрывки какие-то, потому что это невозможно было поставить спектакль, потому что они заняты, они уходят, уезжают на какие-то там свои семинары. Это очень сложный вуз, очень сложный вуз. Там собирают всех, вот последние, девятый, по-моему, десятый, одиннадцатый классы, вот так было. Вот, поэтому там что-то ставить, но тем не менее мы там поставили немножко отрывки, вернее, из спектакля. «Горе от ума», там, «Ромео и Джульетта». Какие-то отрывки были. Но я быстро оттуда ушла, потому что это не мое. Не мое. Я слишком ответственный человек, и я не могу. И последний мой вопрос. В чем заключается ответственность актера перед публикой? Понятно, что есть профессиональные навыки, но все равно, как вы думаете? Не обманывать. Вот хорошая фраза. Не обманывать. Публика должна верить, если ты говоришь о том, что тебе так тяжело, что ты плачешь, и заплакать, то публика должна в это верить, что ты любишь. Публика должна в это верить, что ты ненавидишь. То есть весь спектр чувств нужно так передавать, чтобы публика поверила в это. И вы жили всегда со своими героинями. Да, я всегда жила со своими героинями. Мне, да, вот я и смеялась, и хулиганила на сцене вот в том же Мальволео в Шекспире. Поэтому есть такие роли, да, где я и хулиганила, делала всякие там ласточки, кульбиты, семья по-французски. У меня очень много было таких ролей, достаточно смешных, комедийных, вот, с набором всего. Я там и пела, и танцевала, и кувыркалась, и ласточки, и мостики, что только не делала. Но это все вот было в процессе работы. Я как бы занималась профессией достаточно основательно в свое время. Я не просто так училась, а училась, хотела учиться. Мы вам благодарны за искреннее интервью, и при делах, конечно же, нашей передачи, как бы время нашей передачи, вы как-то старались, то есть мы старались как-то узнать как-то черты и детали в вашей жизни. Как профессиональная актриса, еще как женщина. Спасибо. Вам еще раз благодарна, и желаем вам здоровья, самое главное. Да, это всем нам нужно. Спасибо. И, конечно же, вы являетесь как бы ценностью азербайджанского театра и искусством, можно сказать. Спасибо. Реал ТВ-Де Азербайджан'ın халка артисти, горкемли театр актрисасы Людмила Дуковния'nın профилей. Саламат кал. Боркем. Реал ТВ-Де Продолжение следует...